итак друзья всем привет я думаю многие видели по крайней мере из постоянных подписчиков канала что мы с сыном уже получали рюкзачок думали это будет первая и последняя покупка в ближайший по крайней мере год думали ему рюкзак очень зайдет понравится все будет хорошо но что-то не срослось продавец немножко забрался он выдумал что у него есть жесткая спина и он еще там по мелочам повыдумывал ценник за это запросил очень такой серьезный при получении вот в данном видео которое у вас на экране сейчас ускоренно проскакивает было увидено что рюкзак не соответствует заявленным параметрам я начал бодаться с площадкой сбер мега маркет господи фиг вы говоришь после чего меня плавненько так перемаршрутировал перенаправили скажем по-человечески на продавца продавец согласился принять товар обратно товар в надлежащем виде был мною отнесен обратно в сдэк и отправлен бесплатно продавцу за счет продавца то есть он для меня сформировал трек номер для отправки и после того как он мне подтвердил что у меня денежки вернет как только получит на склад я сразу начал заниматься заказом нового рюкзака те кто подписан на мои сообщества вконтакте я думаю ссылочку уже видели рюкзачок мне понравился изначально в сети линки но я его нашел за 840 рубчиков в других местах он стоит 2 поэтому я его заказал и сейчас вы его увидите всем приятного просмотра рюкзачок будет зачетный смотрим итак друзья мои сейчас я хочу показать что на самом деле я считаю хорошим рюкзаком для младшей школы взамен того что вы наверное сейчас видели я надеюсь я это приклеил производитель хама марка такая которая делается в китае конечно но ребята следят за качеством стоимость в сети линке 840 рубчиков это просто офигительный ценник за сейчас увидите что что я считаю здесь отличительными чертами первое грудная стяжка то есть спереди рюкзачок у вас будет фиксирован но на вашем ребенке имеется вот вот он держится не расползается далее вот такие вот ленточки светоотражатели не катафот а именно светоотражатели прошу не путать нормальные крепежи с хорошими лямками и между прочим и карабины довольно таки устойчивы не то что бывает иногда в китайских извращениях довольно таки толстые лямки поролон такой упругий я бы сказал может даже поле полипропилен полиуретан что-то там вроде не знаю так спереди карман покрыт какой-то фигней на глазок кажется водонепроницаемый но по крайней мере водозащита там от мелкого дождико уж точно будет низ низ это отдельная песня вот это вот я бы сказал винил причем слышите по звуку довольно таки упругий и скорее всего не промокаемый то есть ребенок поставит не глядя рюкзак в маленькую лужицу ничего не произойдет на маленьком кармашке то же самое только причем еще и светоотражающие причем притом прием ладно сверху есть место под брелочек как дети любят самый маленький карман внешний простенький там не за шапку перчатки пропуск еще кончик сейчас школах же пропуск к добавлены следующий карман уже поболее я лично думаю что у ребенка уговорюсь здесь хранить тетрадки и учебники если влезут и если не влезут ну разберемся и следующий самый большой отдел как вы видите рюкзак получается в сумме увесистый если его растянуть по максимуму то есть влезет много кармана кстати под бутылку на половину ткани на половину сетка если раскрыть самый объемный карман и тут получается вообще здорово во первых просто разделитель то есть сюда можно что-то длинное положить не знаю если дойдем до того то ноутбук если не дойдем то что что-нибудь и снизу выкидываем о е вниз твердое дно так извините камеру чуть не счет твердое днище то есть на момент транспортировки его можно убрать или когда рюкзак должен быть тоненьким а потом можно его разложить сейчас я включу что вы видели то есть вот такой вот упругий клапан то есть сейчас он сложен если он является как бы перекрыванием для низа кармана ноутбука если много всего наложили вот так вот выпрямили и вот сюда все ставится то есть днище тоже получается твердое теперь хит сезона спинка упругая вот видите да я нажимаю сейчас и отпускаю она возвращается потому что там как положено по периметру каркас в центре уплотненная ну не знаю тоненькая пластмасса наверное и вот такие вот поролоновые валики короче все то что обещали в рюкзаке из прошлого видео здесь она уже есть резиновая подушка как усилитель вверх между лопатками внизу хрень которая называется по направлению воздуха или как-то так короче подушечка посередине которая оставляет вот таких два канала для забора воздуха и сверху получается еще два канала то есть вот этим мы при при контактирует со спиной рюкзак вот этими двумя валиками это у вас если ребенок не очень высокий будет у него на попе если длинный просто разделяет воздушные потоки это у нас сверху между лопатками то место которое обычно практически не касается спины то есть абсолютно грамотный рюкзак причем здесь есть утяжки для натяга если очень хочется можно вот уменьшить таким образом создается натяг лямок можно их вообще вот так укоротить и они сами сверху будут себя держать эта штучка само собой двигается куда хотите то есть за 840 рублей я получил просто супер рюкзак у которого есть вот была одна ниточка все никаких уценок это именно нормальный новый товар к сожалению этих товаров как я понял все теленки оставалось три один из них я уже купила это я про питер в санкт-петербурге два других еще остались кто закажет тому они конечно же и привезут ну и само собой внизу в описании под видео будет ссылочка на данный рюкзак постараюсь выпустить как можно быстрее чтобы кто-то из подписчиков если кому-то нужно ребенку купить школьный рюкзак правильный и кто готов к красному цвету мог бы его купить всем спасибо всем пока это латуха и это вот такой хамовский рюкзак кстати давайте под финал покажем так и так теперь всем пока